Девушки отдыхают А ее клавиши выполнены из алюминия толщиной всего 2,5 мм В школе киберспорта мы поговорим о роли харассмента при игре в StarCraft И, конечно, сегодня вам предстоит увидеть игру двух лучших корейских про-геймеров Сторка и Ириса Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира Организаторами Electronic Sports World Cup Анонсирован список первых игр, которые будут представлены на кран-финале 2009 года В общем, все без неожиданностей Сюда вошли Counter-Strike 1.6, Quake 3 Arena, трек Mania Forever, а также Warcraft 3, The Frozen Throne Все турнирные дисциплины доступны как для мужчин, так и для женщин В течение ближайших недель Организационный комитет ЕСВЦ намерен анонсировать оставшиеся дисциплины к соревнованиям Бразильцы вернули в состав своих звезд и выиграли национальные отборочные на World Cyber Game 2008 Казалось, команда на правильном пути И серия летних неудач сменится белой полосой Однако команда продолжает вершить внутрикомандные перестановки По всей видимости, бардак в некоторых местечках все еще присутствует Правда, в этот раз менять игрока пришлось не по собственной инициативе Уход Тона из команды стал неожиданностью для каждого из игроков состава Null Ra, пожалуй, является одним из самых успешных игроков в StarCraft Brood War, представляющих команду Protoss Новость об его уходе из профессионального гейминга многие восприняли, едва сдерживая слезы Главная причина, по словам самого Null Ra, таится в слабых результатах, показанных игроком на последних турнирах Тем не менее, геймер остается в киберспорте в другом качестве Игрок будет работать комментатором на MBG Game Итальянская организация CubeSports приручила лучших игроков в Call of Duty 4 Команды Team Impact и Inferno Дуэт бывших игроков Impact, George и Shade решили примкнуть к новому проекту Так как считают, что в CubeSports наконец смогут достичь желаемых высот на европейской сцене Оба игрока, к слову, выступали летом на Antwerp Air Sports Festival, а также The Experience Сегодня мы поговорим о роли харассмента при игре в StarCraft Харассмент представляет из себя диверсионную и партизанскую деятельность, как правило, в тылу обороны противника И направлен в первую очередь на нанесение урона экономическому и научному потенциалу противника Отвлечение его внимания от основного театра военных действий Моральное давление и даже может быть использовано в качестве разведки боя Харассмент можно условно разделить на следующие категории Троп харассмент Харассмент летающими юнитами И, соответственно, харассмент наземными юнитами Также к специфическому виду харассмента можно отнести раш рабочими на первых минутах игры Но это скорее прерогатива дилетантов И в играх про геймеров такой вид давления практически не используется Самым действенным видом харассмента, безусловно, является дроп Суммарная мощность некоторых юнитов на единицу потраченных ресурсов настолько ужасающа Что в удачно выбранный момент времени способна поставить на колени превосходящие силы противника Так, например, дроп дарков и риверов на мейн при слабой ПВО и далеком расположении основных сил Способен в считанные секунды лишить противника экономической подпитки Харассмент летающими юнитами представляет из себя подрывные действия С помощью муталисков, стелсов, корсаров и скаутов Ввиду слабого урона основная цель таких атак сводится к рассредоточению сил противника И, конечно же, к разведке Харассмент наземными юнитами, как правило, проходит по тылам и флангам противника С использованием высокомобильных юнитов Такие как вультура тирана или невидимки типа дарков Начинающие игроки недооценивают роль Харассмента и предпочитают атаковать в лоб Однако при игре с опытным соперником Это чревато быстрым и стремительным поражением от его точечных ударов по вашим телам и флангам Не стоит об этом забывать Мы — виртуальная школа Учитесь на пятерке пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Это подставка для ноутбука, не дав ему перегреться И, конечно, сегодня вам предстоит увидеть игру двух лучших корейских про-геймеров Сторка и Ириса Представляем обзор киберспортивных девайсов Любой игровой ноутбук обладает внушительными параметрами Соответственно, он довольно-таки быстро и сильно нагревается От этой проблемы вам поможет избавиться подставка «Флостон Эйр Гир» Она имеет 20 вариантов регулировки ножек Диаметр вентилятора 22 см Есть возможность регулировки оборотов На задней стенке имеются два USB-входа Компания «Антек» решила революционным образом изменить представление о дизайне корпусов для системных компонентов И анонсировала выпуск очень оригинального по исполнению решения под экстравагантным названием «Скелетон» Уникальное открытое арочное строение обеспечивает долговечность эксплуатации А фронтальный 92-мм кулер с многоцветной подсветкой гарантирует отличную вентиляцию Новая клавиатура «Цезарь» имеет весьма необычный дизайн Ее клавиши выполнены из алюминия толщиной 2,5 мм И закреплены на сетке из стальной проволоки толщиной 0,6 мм В результате периферийное устройство при вполне стандартных габаритах весит внушительные 1,5 кг В части функциональности клавиатура может похвастать поддержкой быстрого доступа к функциям Windows Vista Logitech представляет PureFi Dream Наслаждайтесь высококачественным объемным звучанием, превосходной музыкальной системой для iPod, реагирующей на взмах вашей ладони Технология Stereo XL делает объем источника звука превосходящим физический объем колонки Устройством легко управлять в любой ситуации, даже в темноте Подсветка элементов управления включается движением руки А параметры высоких и низких частот можно настроить таким образом, чтобы они соответствовали вашим личным звуковым предпочтениям Сегодня мы посмотрим матч корейского дерби, проходившего в рамках полуфинальной стадии группы B Национального чемпионата GOM TV Star Invitation На поле брани сошлись два корейских про-геймера Stork и Iris Протас Сонг Бьюн Гу, известный под ником Stork, выступает за команду Han И на данный момент занимает второе место в рейтинге KESPA, корейской ассоциации профессиональных игроков Он является безусловным фаворитом этого матча Его противник Тиран Бьюн Ньюнг Таэ, он же горячо любимой публикой Iris из команды CJ Entus Занимает 21-ю позицию в национальном рейтинге и, несмотря на свой более низкий статус, способен составить Storkу конкуренцию Каким бы ни был исход этой встречи, она обещает быть захватывающей Бой проходит на карте Катрина версии 1.3 Stork расположился на 6 часах, Iris на 9 Карта Катрина изобилует неровностями и бой, скорее всего, будет происходить в атмосфере контроля высот Посмотрим, как будут развиваться события Stork уходит в Гуннов, в то время как Iris строит ранний экспаунд и окружает свой мейн минными полями в ультур Передовой отряд Тоса подвигается к мейну Тирана, где его встречает ударная группа из пехоты, танков и Голиатов После обмена ударами, стычка остается за Тираном Теперь мы видим контратаку в исполнении Тирана Тос обороняет свой мейн посредством Гуннов Но также на поле боя неожиданно появляется тяжелая авиация в виде карьеров Достаточно необычная тактика на данном этапе игры Посмотрим, какие она принесет плоды Тиран вполне успешно продвигается вглубь обороны Тоса Однако карьеры таки сливают танки Ириса Тиран продолжает давить створка И от мейна Тоса практически ничего не остается Карьеры неустанно противостоят напору Голиафов И держат на себе всю оборону Протаса Ирис постоянно подтягивает к пулю боя свежих Голиафов И тем самым сохраняет необходимый баланс сил на острие атаки Получив небольшую передышку Сторг отправляет свою авиацию в атаку на экспаун Тирана Как уже говорилось ранее, огромные значения на этой карте имеют высоты Атакуя с воздуха, Протас получает тактическое преимущество И Голиафам Тирана приходится тратить драгоценные секунды Чтобы добраться до зоны поражения карьеров Причем Тос теряет только истребители Авианосцы под удар не попадают И периодически отходят, чтобы пополнить запас ударной авиации Чистенный перевес явно на стороне Тирана И Сторгу приходится выезжать исключительно на микроконтроле карьерами Он не только успевает отбиваться Но и периодически дает прикурить экспаунду Тирана Заставляя того оттягивать войска назад Тиран тем временем в перерывах между стычками Пытается прорваться к единственной оставшейся в живых базе Протаса Но Сторг успевает буквально везде Второй волной Иристоки пробивает оборону Протаса Но карьеры уже тут как тут Они сливают ударную группу Тирана И устремляются в последнюю атаку на оборонной рубеже Ириса Тос проносит свежий эксп Тирана И зависает над Мейном, вынося армори Необходимые для постройки Голиафов Последние силы Тирана сливаются в стремительном экстазе с карьерами И терпят поражение Сторг тем временем проносит второй экспаун Тирана И Ирис вынужден сдаться Пропуская тем самым Сторга примехонько в финал чемпионата Итак, в исполнении Сторга мы увидели пример необычной тактики Использования карьеров на поле боя и сногсшибательный микроконтроль Ирис, несмотря на доминирование по карте и численный перевес Не смог дожать Тоса в тот момент, когда казалось, что победа уже у него в руках Непрекращающееся давление на оборону и тактическое уничтожение ключевых зданий Тирана Принесло Протасу долгожданную победу Наше поздравление Сторгу Он еще раз доказал, что не зря входит в тройку лучших игроков планеты Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Новые состязания между киберспортсменами Новые состязания между киберспортсменами Новые состязания между киберспортсменами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова